Доброе утро, дамы и господа, и добро пожаловать на нашу сессию, посвященную конференции Азиатской Тихоокеанской Организации по борьбе с раком. Извините, что наша сессия началась так рано утром, но я понимаю, что немного людей смогут прийти так рано утром, однако мы очень рады приветствовать вас на сегодняшней сессии, и мы рады поделиться с вами опытом, который мы накопили за последние 15-16 лет работы конференции Азиатской Тихоокеанской Организации по борьбе с раком. В 1999 году мы приняли решение, что из-за необходимости научных журналов мы будем собирать данные по борьбе с раком в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эта организация была основана, и за многие годы мы провели ряд встреч, мы выпускаем свой научный журнал. Этот научный журнал выходит на постоянной основе, и мы надеемся, что этот процесс будет продолжаться и в будущем, и надеемся, что мы сможем расширить наше сотрудничество с европейскими странами, в том числе с Россией, чтобы мы могли основать европейско-азиатскую конференцию в будущем. А сейчас я хотела бы передать слово Алексею Беляеву. Уважаемый профессор, пожалуйста, поделитесь своими точками зрения. Уважаемые друзья, коллеги, добрый день, я вас приветствую у нас на форуме. Очень приятно, что мы собрались сегодня в таком составе. Россия большая, и народов в нашем пространстве много. Вы все знаете, что онкологические заболевания, они неоднородны, и они зависят еще от географического положения. И приятно осознавать, что мы сейчас начинаем много больше работать, я надеюсь, большая перспектива, с азиатским регионом. Наш институт, еще когда был Советский Союз, очень активно занимался этой проблемой. Обеспечивал взаимодействие по налаживанию онкологической службы во всех республиках Советского Союза. И прежде всего, конечно, задача стояла в азиатском регионе. За период существования, до его распада, было проведено 26 экспедиций для изучения онкологической эпидемиологии в странах Азии. И вот сейчас настал тот момент, когда мы должны вернуться к этому вопросу, и наша конференция – это большой шаг. Нам очень приятно, что наши коллеги из Азиатской Тихоокеанской Ассоциации сегодня здесь, в рамках нашего форума, проводят конференции. И я надеюсь, что это начало большого пути, и мы действительно будем проводить большие конференции, большие исследования, эпидемиологические исследования и ряд других научных исследований в рамках евроазийского пространства. Спасибо вам, что вы сегодня с нами. Спасибо. Ну что ж, в таком случае, давайте перейдем к презентациям, поговорим о борьбе с раком и о будущих вызовах. Итак, я выступлю с презентацией первым. Дайте мне, пожалуйста, минутку загрузить презентацию. Хорошо. Итак, еще раз добро пожаловать на нашу сессию, и сегодня я поговорю о вызовах, с которыми мы сталкиваемся на территории Европы и Азии, в этой части мира. Это крупный вызов. Самое главное – это контролировать программы контроля раковых заболеваний и контролировать нагрузку этого заболевания, распространенность и смертность от этого заболевания в Европе и в Азии. Надеюсь, что в будущем мы сможем включить в работу другие европейские страны. Но, конечно, есть Сибирь – это и так часть Азии в любом случае. Итак, программы контроля за раковыми заболеваниями – это программы, которые осуществляет наше правительство. Они содержат раз элементов, таких как оценка времени, это регистрация на основе данных по больницам или по регионам, это определение факторов риска, которые отвечают за распространение рака и определяют то, как будет распространяться рак по населению. И, конечно, это все зависит от социальных и экономических факторов и многие другие факторы очень важны. Дальше – это вмешательство. Здесь у нас проходила очень интересная сессия, посвященная контролю за курением и распространением информации о вреде курения, чтобы люди получали необходимую информацию для того, чтобы уменьшить количество курильщиков. Есть и вторичная профилактика – это скрининг. У нас есть хорошие сессии по программам скрининга. Дальше – терапевтическое лечение, различные вмешательства. Это и хирургические вмешательства, лучевые терапии, химиотерапия, гормональные. Все это тоже очень важные темы. И большинство участников, конечно, работают в этой сфере, поэтому очень важно уделять большое внимание и профилактике, и терапевтическому лечению. И, конечно, в многих странах европейского и азиатского региона будут выступать люди по этим темам, по физическому и физиологическому лечению, палеотивное лечение, психологические проблемы, с которыми мы сталкиваемся при работе с пациентами. Итак, регистрация раковых больных. У нас, к сожалению, в западной части и центральной части Азии есть определенные проблемы. Единственное, регистр содержится только в Российской Федерации. И есть регистры, основанные прямо здесь, в Санкт-Петербурге. И здесь на слайде вы можете увидеть другие страны, центральной Азии, Узбекистан, Казахстан и другие. Там есть так называемые регистры, например, в Бишкеке. Но господин Юсинов сегодня расскажет вам о том, что он на самом деле не работает. У нас нет какой-то официальной системы регистрации. И по факту синим цветом показаны регистры, которые реально активно и эффективно работают. Вот их всего несколько. Итак, нам нужна более четкая регистрация для того, чтобы лучше понимать общую картину. Итак, это основные сложности, с которыми мы сталкиваемся. Конечно, у нас есть данные посредством разных международных организаций, глобальных организаций. Но многие из них – это лишь предположительные данные, и уровень данных все-таки недостаточен. Поэтому вы видите, что коричневым цветом показаны данные по раку желудка. И здесь показаны данные по мужчинам слева, по женщинам справа. Это данные по раку молочной железы. В некоторых странах данные показывают, что заболеваний больше, в некоторых меньше. Есть данные по Казахстану, по России. Но в любом случае наши данные по распространению заболеваний недостаточно актуальны. Конечно, нам нужно больше внимания в будущем уделять географическим разнообразиям, вариациям, почему у нас вообще есть отличия по географическому фактору, какие эти отличия. Дальше нужно анализировать заболеваемость, конечно, выживаемость. Вы понимаете, что выживаемость зависит от доступа программы скрининга, доступности клинического лечения. Все это отличается от региона к региону. Это отличается, например, между городами. Есть большое отличие между городами и деревнями. Нужно собирать информацию по миграциям, по этническим данным. Есть русские люди, живущие в Казахстане. И наоборот. То есть все распространение заболеваний зависит от этого. И нужно следить за временными вариациями. Мы видим, что были виды рака, которые были не очень распространены 20 лет назад. Сейчас они очень распространены. И хороший пример – это, например, рак молочной железы. Дальше зависимость от профессии. И социально-экономические факторы, генетические факторы – все это вещи, которые очень интересны для нашей исследовательской деятельности. Это данные, которые нужно собирать и обобщать для того, чтобы составлять наиболее подходящие программы по борьбе с раком в будущем. Мы знаем, что развитие программ борьбы с раком продолжается довольно долго. И есть разные этапы. Это такие, как скрининг, предварительная оценка и так далее. Мы можем избежать курения, мы можем улучшить диету, для того, чтобы люди потребляли больше антиоксидантов и так далее. Улучшить привычки и так далее, чтобы замедлить процессы. Можем проводить вакцинацию. Например, если мы говорим об определенных типах рака. Но все это актуально для ранних этапов. И это сложности, с которыми мы действительно постоянно сталкиваемся. И если мы хотим добиться оптимальных результатов по борьбе с раком, нужно принимать все это во внимание. Итак, мы можем применять программу скрининга, чтобы локализовать метастазы и бороться с ними. Итак, здесь на слайде показаны области, на которых нам нужно концентрироваться. Но, к сожалению, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Китае, Корее, Тайване. И я извиняюсь перед своими тайваньскими коллегами. У вас есть очень хорошие программы скрининга, Таиланд, Япония, Корея. Но в любом случае, что касается официальных программ скрининга, в остальных странах Азии очень оппортунистический уровень программ скрининга. И нам кажется, что скрининг дает меньше данных. И нам кажется, что в этих странах нужно развивать программы скрининга для того, чтобы сократить эту нагрузку. Дальше мы проводим клиническую эпидемиологию для того, чтобы понять, какие методы лечения наиболее эффективны. Как нам развивать прогнозы, как мы можем использовать эти данные для лечения, чтобы улучшить состояние больных. Нам нужно всегда помнить о результате, думать не только о смертности и выживаемости, но и об улучшении качества жизни. Вы понимаете, что есть разные типы рака. И для каждого типа рака есть определенный набор факторов, которые влияют на него. Сколько проводить биопсии, скрининга. Есть разные методологии. Так что нужно уделять большое внимание исследовательской деятельности и всем-всем аспектам клинического лечения наших пациентов, если мы хотим добиться оптимального лечения. И в особенности вот это все, что происходит в Азии, имеет финансовые ограничения. Навыки тоже не всегда имеются, не всегда хватает кадров. Поэтому нужно смотреть на расходы. Нужно размышлять, сколько стоит образование для того, чтобы население наконец-то осознало угрозу рака. Потому что чем больше информированы люди, тем выше процента участия в скринговых программах. Люди не будут уклоняться от них. Поэтому нам нужно преодолевать вот этот барьер страха, отсутствия знаний. Нужно предоставить информацию и услуги, чтобы они были доступны. Причем таким образом доступны, чтобы все категории населения в городах и в сельской местности смогли ими воспользоваться. И при этом нужно следить за расходами. Проблема масштабна, весьма огромна, когда речь идет о раке. Вот буквально только по раку груди, который сейчас сильно растет. У нас много информации о патиологии этого заболевания. Но по-прежнему остался большой задел работы по оптимизации нашего понимания особенностей, когда рак груди рассматривается в социологическом контексте. Конечно, крис-скрининг стоит деньги. Либо это маммография, либо в некоторых странах, наоборот, продвигаются самоисследования груди, либо клинические исследования. Мы сразу же думаем, что маммограмма – это лучший способ. Однако во многих странах мира это практически недостижимо. Нет либо оборудования, нет достаточного количества опытного клинического персонала, которые могли бы трактовать маммограмму. Поэтому нужно подходить к этому вопросу креативно для того, чтобы найти правильное сочетание разных элементов скрининга для того, чтобы контролировать этот процесс. Биопсия – следующие этапы. Что делать со случаями, когда классификация не вполне ясна? Как вести таких пациентов? Как проводить правильную постановку диагноза? Алюминальные типы гормоны и так далее. Потому что эта информация абсолютно необходима клиницисту для принятия эффективного решения по лечению. Плюс еще есть разные варианты лечения. И это стоит определенных прямых затрат и косвенных. С раком груди у женщин возникают дальше вопросы по качеству жизни после резекции. И это нельзя сбрасывать со счетов, поскольку это важно для пациенток. Теперь рак шейки матки. Посмотрим внимательно на эту проблему. Во многих странах и распространенность, и частота заболеваний сейчас снижается. При этом даже не были проведены программы скрининга. Но тем не менее, он не уйдет со сцены, этот рак. Несмотря на то, что есть вакцинация, тем не менее, мы должны все-таки предоставить возможность скрининга для тех, кто уже имеет вирус папиллома человека. Будем ли мы проводить анализы на вирус папиллома человека, либо это у нас будет сервикальный мазок. То есть нужно понять, какими методами. И какие варианты лечения. Это в том числе и криотерапия и так далее. Но, может быть, мы слишком много таких диагнозов ставим. В общем, тут не все понятно. Посмотрим на стоимость образования. То есть вакцинация. Удастся ли нам изобрести новые вакцины или старые вакцины сможем заводить, обучать персонал. Вот это все базовые модальности для скрининга, для принятия диагнозов тоже необходимо смотреть на ресурсы и стоимость. Возможно ли провести хорошую скрининговую программу, которая потом бы отслеживала всех пациентов, показавших подсоположительные реакции. Вот посмотрим, что делается в Японии. Участие в скрининге, несмотря на то, что это бесплатно, только 30% участвуют. Поэтому нужно больше внимания уделить образованию. Ну, еще раз, а по лечению у нас есть разные варианты. И хирургическая криотерапия, и петлевая электроэксцезия, брахотерапия. Нужно смотреть, какое лучшее сочетание. С учетом цен. Вот основные факторы в случае с скринингом рака шейки матки. В течение длительного времени мы пытаемся определить наилучший подход для конференции Азиатско-Тихоокеанской организации по борьбе с раком и также для Евроазийского института. Что мы можем помочь в программах по борьбе с раком? Мы считаем, что, наверное, наличие местного регистрационного центра здесь, в Санкт-Петербурге, либо в других странах мира, вот такой регистрационный центр мог бы оказать помощь, поскольку на его базе можно проводить обучающие курсы, можно через него получать международные гранты, такие как от ВОЗа, от Евразийского агентства по исследованиям рака. Он также может публиковать разные материалы по борьбе с раком и проводить исследования, естественно, влиять как-то на правительство, мы надеемся, для того, чтобы то обеспечивало большую финансовую поддержку исследованиям и, может быть, способствовало принятию решений для эффективной борьбы с раком. Но, конечно, наличие такого местного регистрационного центра будет таким мостиком к местным СМИ, к местному населению и, с другой стороны, оказывает давление на локальных политиков, местных политиков и на политиков более высокого уровня для того, чтобы проводимая государственная политика соответствовала ожиданиям населения. Ну вот, мы начали все очень с небольших размеров. Вот так в 2000 году, так выглядела наша авангардная группа в Таиланде. Это группа энтузиастов, которая выросла и продолжает расти сейчас. Вошли туда и представители Российской Федерации, и стран, которые вы здесь в зале представляете, для того, чтобы направить совместные усилия на борьбу с раком. Благодарю за внимание. Я не знаю, может быть, в зале есть комментарии, вопросы. Вот сейчас, после моей презентации, кто-то хочет что-то сказать. Если нет, тогда еще раз благодарю за внимание. И предлагаю выступить следующему докладчику. Продолжение следует...